Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас. Этими словами поэта Сергея Есенина мы встречаем первый день лета. Как провести 92 летних дня с пользой и чем заняться, узнавала у кировчан наш корреспондент Надежда Алюшина. Исполнить мечту, хотя бы маленькую, хотя бы одну. Ну, заниматься то, чем вам нравится, пришлужиться к себе, к своему сердцу и делать это с энтузиазмом. Но не забывайте, что энтузиазм это продукт скорее против всего. Ну, куда-нибудь отдыхать, развиваться, какие-то курсы проходить, какие-то тренинги. Ну, не пузом к солнцу лежать на море и по две недели, и думать, чем заняться. На даче работать хорошо, чтобы вырослый урожай, цветы, любоваться красивым, детей любить, природу, на юг съездить, на море. Ну, сходить, например, на речку, отдохнуть в лес, сходить на прогулку, на шашлыки, спортом каким-нибудь заняться на свежем воздухе. И чтобы для себя, для здоровья, для близких и для друзей. Нужно уволиться. Когда ты отдохнешь и будешь полон сил. А что мне нужно сделать такое, чтобы запомнить это лето на всю жизнь? Ну, влюбиться, наверное. Только так, только любовь может запомнить хоть что-то. Трудиться на благо общества и на себя, на семью, на своих родных, близких. Труд – это главное, чем должен заниматься человек. Отдыхать, загорать, купаться, не знаю, гулять, ходить на природу. Нужно съездить куда-нибудь, отдохнуть, главное, с семьей. Лето – это просто сезон. Сезон, в котором есть возможность побольше отдохнуть, например. То есть, ну, свобода от учебы, там, каникулы, сами собой. А так, в принципе, просто насладиться этим летом. Мне кажется, каждое лето запоминается. Редактор субтитров А.Семкин